Здравствуйте, в студии Дмитрий Рошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Районы Югры могут войти в арктическую зону. Расскажем, о каких населенных пунктах идет речь. Своя пограничная вышка теперь есть в Нефтьюганском районе. В честь праздника здесь открыли сквер пограничной славы. Енот-джентльмен и его новая подружка. Расскажем о необычных обитателях приюта Добродеев в Белоярском. И обо всем подробнее прямо сейчас. Два района Югры могут войти в арктическую зону России. Об этом сообщил первый замгубернатор Алексей Охлопков на Невском международном экологическом конгрессе. Так, из списка районов Крайнего Севера в российскую арктическую зону могут перейти два самых северных района. Белоярский и Березовский. По словам замгубернатора Югры, это решение позволит развить климатическую компетенцию Российской Федерации в арктической зоне. В этом случае Югра могла бы стать пилотным регионом по оценке поглощающей способности природных экосистем. Отмечу сейчас, заявка правительства Югры находится на рассмотрении в Российской Академии наук и в правительстве России. Сегодня отмечает юбилей один из самых выдающихся югорчан. Генеральный директор крупнейшей нефтедобывающей компании в регионе и одной из экономических опор России Владимир Богданов празднует 70-летие. Сургутнефтегаз появился на нефтяной карте тогда еще СССР в 1977 году. Последние 37 лет предприятие возглавляет Владимир Леонидович. Его называют одним из самых успешных людей страны и самых ответственных руководителей. Владимир Богданов родился в селе Суерко Тюменской области. Специальность, определившую его дальнейшую жизнь, инженер по бурению нефтяных и газовых скважин, получил в Тюмени, окончив в 1973 году индустриальный институт. Карьерный взлет от помощника-бурильщика до генерального директора занял всего 11 лет. В 1984 году Владимир Леонидович возглавил производственное объединение Сургутнефтегаз. На тот момент ему было 33 года. В первую очередь, когда ты начинаешь свою трудовую деятельность, я всегда с ним говорю, вы не стремитесь гнаться за деньгами. Деньги потом сами к вам придут. Гонитесь за знаниями, за опытом. Сегодня в Сургутнефтегазе работает больше 100 тысяч человек. Для Сургута, самого большого города региона, это градообразующее предприятие. Многие годы труд именно этих людей – одна из основ процветания Югры. Наш регион – труженик, герой-труженик, и в разное время, и весь регион был награжден и орденом Ленина, и орденом Дружбы народов, и герои социалистического труда, и кавалеры различных трудовых орденов, медалей. За успешную работу, которая просто невозможна без глубочайшего внимания к каждому этапу большого дела, Владимира Богданова не раз удостаивали государственных наград. В его списке около двух десятков званий, орденов и медалей. В 2016 году заслуженный нефтяник России получил звание Героя труда Российской Федерации. Для меня, во-первых, это оценка многолетнего труда, и самое главное – это оценка каждого нашего коллектива. Сургутнефтегаза. Потому что все результаты, которые достигнутся – это громадный труд по освоению и открытию месторождения. В Югре Сургутнефтегаз занимается не только добычей углеводородов. Компания работает в тесном взаимодействии с правительством региона. Среди общих проектов – организация непрерывного профессионального образования, внедрение технологических инноваций, зеленая экономика. В своем аккаунте в Инстаграме губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Богданова с юбилеем. Благодаря участию компании построенный дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте, швейная фабрика в поселке Белый Яр. В 2021 году запланировано строительство нового здания учебного центра Сургутнефтегаза. Вместе реализуем проект «Айтистойбище». Спасибо, Владимир Леонидович, за участие в жизни, развитии Югры. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья. Сегодня Сургутнефтегаз добывает 11% всей российской и каждую пятую тонну югорской нефти. Впрочем, на этом развитие не останавливается. Компания осваивает новые месторождения, в том числе в других регионах. А научно-исследовательские институты в ее составе занимаются разработкой новых технологий, которые послужат на благо страны. Павел Желтов, телерадиокомпания «Югра». Наталья Комарова приняла участие в предварительном голосовании «Единая Россия». Об этом глава региона рассказала на своей странице в Инстаграме. Губернатор подчеркнула, что поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре. В общей сложности за несколько дней через портал Госуслуг свой голос отдали 64 тысячи югорчан. Отмечу, что прийти на избирательный участок и проголосовать можно будет в последний день, 30 мая. По всему округу откроют 319 счетных участков. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. А осенью югорчанам предстоит выбрать двух депутатов Госдумы, 38 окружного парламента и 10 Тюменской областной думы. А также 310 депутатов городских и районных дум и 5 глав сельских поселений. 58 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Нижневартовске – 15, в Сургуте – 11, в Ханты-Мансийске – 10. Еще в 11 городах и районах по 5 и меньше новых случаев. Большинство заболевших переносят коронавирусы в легкой форме в виде простуды. У 21 человека зафиксировали воспаление легких. Коэффициент распространения инфекции на 0,04 выше единицы. Сейчас в больницах Югры 30 пациентов в тяжелом состоянии. 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 54 человека. За весь период пандемии выздоровели 56 тысяч 89 югорчан. В Югре продолжается вакцинация от коронавируса. В муниципалитетах работают мобильные бригады медиков. Они располагаются в торговых центрах, ездят на дачные участки и предприятия. Сегодня врачи побывали и в нашем медиахолдинге Югра. Порядка 50 сотрудников записались на вакцинацию от COVID-19. Им поставили первый компонент вакцины «Спутник Ви». В следующий раз бригада медиков приедет уже через три недели. Добавлю, что на 26 мая в Югре полностью завершили вакцинацию около 152 тысяч человек. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают ветераны и служащие пограничных войск. Накануне в Ханты-Мансийске на набережной Иртыша прошел уже традиционный боевой расчет. Для пограничников это особое мероприятие. На нем, как правило, рассказывают обо всех нарядах на предстоящие сутки и подводят итоги прошедших. Также собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто так и не вернулся с погранзастава. Сослуживцы вслух зачитали истории ушедших в вечный дозор коллег. Мы сейчас доведем до личного состава ветеранского нашей общественной организации план мероприятия на завтрашний день. Проведем боевой расчет с зачитыванием тех ребят, которые ушли в вечный дозор. А вечный дозор это для нас те ребята, которые погибли в то или иное время при исполнении своих служебных обязанностей на государственной границе. Своя пограничная вышка теперь есть в Нефтьюганском районе. Здесь открыли сквер пограничной славы. Мемориал возвели в рамках программы «Народный бюджет». На памятнике выбита застава за мемориалом «Стена памяти». Граффити в форме фотопленки, на которой запечатлены различные моменты исторических событий. Здесь и фрагмент Великой Отечественной войны, и Афганистан, и Кавказ. Как говорят сами пограничники, место службы, звание и возраст не главное. В нашем мемориале мы сюда будем приходить, чтить. Каждый 28 мая, и не только 29 мая, будем возложения делать. Встречаться здесь каждый праздник, проводить встречи, вспоминать друзей. Мы стараемся друг другу помогать. У кого-то что-то случается, мы все приходим на помощь. Ну и, соответственно, помогаем и городу, и району помогаем. К нам тоже хорошо относятся. В общем, мы братья. Директора электросетевой компании обвиняют в растрате. Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» больше года оплачивал занятия по волейболу за счет компании. Для этого осенью, 2018 года, эффективно устроил на работу доверенное лицо тренера. Работник числился в штате, но никаких обязанностей не выполнял. При этом больше года ему начисляли зарплату. За это время он получил почти 750 тысяч рублей, которые передавал тренеру. Подозреваемый задержан, и ему избрана мера пресечения в виде залога в полмиллиона рублей. Следствие продолжается. Сразу три автомобиля столкнулись накануне в Нижневартовске. Водитель «Инфинити», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Киа-Ареа». В результате тот врезался в «Тойоту-Королу». Пассажирка «Тойоты» получила травмы. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. На территории округа сотрудники госавтоинспекции задержали трех водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Пятер отказались от медицинского освидетельствования, двое повторно сели за руль под градусом. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения. 58 нарушили требования к перевозке детей. В Нижневартовске приступили к строительству дороги по улице Московкина. До недавних пор это было одно из самых проблемных направлений в городе. Дорога состояла из бетонных плит. К тому же ее часто затапливало, и проехать в микрорайоны было сложно. Напомню, что начать строительство данного участка поручила губернатор Наталья Комарова во время встречи с вортовчанами. Дорожники уже приступили к выемке грунта. Что станет следующим этапом, как будут проходить работы и когда, закончится, знает Алексей Шабанов. По улице Московкина проехать сейчас нельзя. Небольшой отрезок перекрыт со стороны героев самотлора. И здесь кипит работа, итогом которой станет асфальт вместо бетонных плит. По проекту новая дорога, три полосы для автотранспорта, велодорожка, парковки и карманы для автобусных остановок. По контракту ее должны сдать в 2022 году. Сегодня мы видим, идет активный вывоз грунта непригодного. Тут техники, может быть, там самосвалов до 10. Непрерывный вывоз. Ну, плюс постоянно погрузчики, два экскаватора на объекте. Вот. Боремся с водой. Наиважнейшая задача для подрядчиков проложить ливневую канализацию. Туда будет уходить вода, досаждающая и жителям, и сейчас дорожникам. Работу ведет крупная югорская компания по контракту жизненного цикла. Она же будет обслуживать дорогу в течение следующих 8 лет. Отрезок длиной 600 метров обойдется в 172 миллиона рублей. Еще 76 заложены на дальнейшее содержание магистрали. Они строят, причем строят за свои средства. 8 лет содержат, обслуживают ее. А финансирование осуществляется за счет бюджета в будущих периодах. Это такая для бюджета рассрочка платежей. Это, по сути, новые контракты, которые уже в последние годы в Нижневартовске уже три контракта по такому типу заключены. В нынешнем году начнут и строительство дороги, которая соединится в Московкино и Северную. Она должна будет разгрузить въезд в Нижневартовск с северо-востока. Это длительный проект, который рассчитан на 4 года. Для начала предстоит осушить болотистую почву и провести выторховку. Алексей Шабанов, Евгений Наскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Нягоне в день российского предпринимательства устроили пресс-тур. Его объектами стали бизнесмены, которые открыли свое дело во время пандемии. Журналисты вместе с представителями мэрии и торгово-промышленной палаты посетили 4 предприятия. Среди них пиццерия, салон красоты, спортивный зал и мебельная мастерская. Как отмечают сами предприниматели, развивать свое дело во время пандемии было непросто, но сложный период удалось пережить. Сегодня в Нягоне создают благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. В свою очередь и предприниматели повышают качество и разнообразие услуг. В итоге преимущества от взаимодействия бизнеса и власти ощущают на себе потребители. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Нягонь – это территория, где развивается малый и средний бизнес. Сегодня 50% экономически активного населения города работают на предприятиях малого и среднего бизнеса. И, конечно, нам важно сегодня помогать нашему предпринимательскому сообществу. В такой непростой период, период пандемии, и те меры, которые были введены, позволили не только сохранить бизнес, но и открыть новые организации. В Сургуте сегодня открылась ярмарка местных товаропроизводителей. 15 предприятий представили свою продукцию главе и жителям города. Это бездрожжевой хлеб, полезный шоколад из ягеля, а еще колбасы, выпечка и тушенка из оленина. Также показали кованые предметы декора и жалюзи. После годового перерыва традиционная ярмарка прошла в формате офлайн. Градоначальник Андрей Филатов познакомился с сургутскими умельцами и заверил, что сейчас в мэрии проводят ревизию мер поддержки. Для такой категории предпринимателей, которые работают под брендом «Сделано в Сургуте», возможно, разработают дополнительный пакет поддержки. Добавлю, что товарный знак «Сделано в Сургуте» сегодня имеют около 80 городских предпринимателей. Все они прошли необходимую сертификацию. А поэтому эта продукция отличается высоким качеством. Ярмарка продлится до 29 мая. Пройдет еще некоторый период времени, и мы точно сформируем свои предложения по пакету форм поддержки для тех или иных отраслей. И будем работать максимально на то, чтобы КПД от этой отдачи было все выше и выше. Я думаю, здесь у нас получится сработать. Единственное требование – это качество. Будем готовы оплатить, покупать качественную продукцию. Без громкости, в рамках ее себестоимости и реальной стоимости. В нашем КПД точно получается это сбалансировать. Фермеры из Ханты-Мансийского района получили грант в 3 миллиона рублей на развитие плантации с дикоросами. Сегодня в хозяйстве чайниковых закончили посадку новых ростков морожки. В общей сложности 22 тысячи саженцев. Селекционный сорт помогли вывезти ученые из Костромы. Кроме морожки здесь растут княжника, клюква, голубика и брусника. Отмечу, что ягодную плантацию расширят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам специалистов, это довольно редкое явление для России. Культивированием и выращиванием лесных и болотных ягод занимаются всего несколько регионов в стране. Планируется, что урожай здесь будет богатый и собирать ягоды можно будет в промышленном масштабе. Ожидаемая урожайность, когда уже плантация вот той же клюквы выйдет на промышленный масштаб, на промышленную эксплуатацию до 20 тонн с гектара. То есть здесь можно уже говорить, учитывая то, что у нас территория округа, это практически 60% лесного фонда, это у нас болото, то в принципе у нас в этом направлении перспективы более чем достаточные. Воспитанников воскресной школы из Лучинска учат 3D-моделирование. На занятиях по изобразительному искусству здесь разрабатывают и печатают шкатулки и статуэтки. Около полугода назад воскресная школа получила субсидию на приобретение 3D-принтера. Аппарат подростки освоили быстро и уже к празднику Пасхи распечатали несколько сувениров. Их продали на праздничной ярмарке. Позже школьники решили взяться за более сложную работу и создать шкатулку. Фигура состояла из нескольких деталей. В целом на печать модели ушло более 30 часов. Сувениры решили подарить митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Как говорят специалисты, новый аппарат в воскресной школе не стоит без дела и работает почти каждый день. Для того, чтобы начать весь процесс печати, надо первым делом убедиться, что пластика хватит на модель, которую запланировали, и то, что он заряженный. Если его может вдруг не хватить, мы перезаряжаем катушку, для того, чтобы знать наверняка, что впоследствии у нас ничего не оборвется. Печатается в зависимости от размеров модели, от ее уровня сложности. Может печататься от 20 минут до 12,5 часов. В Излучинске собрали две тонны макулатуры. Так жители Нижневартовского района присоединились к международной экологической акции «Спасти и сохранить». Ненужную бумагу в пункт приема принесли полсотни семей. Вторсырье теперь отправят на завод, где из него сделают теплоизоляционный материал, который утепляют дома. Рекордсменами стали две семьи из поселка. В общей сложности они собрали 130 килограммов макулатуры. Приняли участие в акции наши коллеги из редакции местного телевидения. Они принесли 15 килограммов бумаги. Пункт сбора организовали в Центре дополнительного образования. Конечно, педагоги учреждения также в стороне не остались. «Хочется выразить благодарность всем воспитателям, работникам, педагогам, которые неравнодушны к данной проблеме и организовали сбор макулатуры и приняли активное участие». Мы уедем, а память останется. В Сургуте вчерашние школьники высадили в одном из скверов города 15 сибирских ябонь. Мероприятие проходило в рамках окружной эко-акции «Аллея выпускников». В озеленении приняли участие более 30 подростков. Все они являются призерами и победителями различных олимпиад и конкурсов, а также участниками таких проектов, как «Три ратных поля России» в Сургуте, профессионалы будущего, «Резерв», «Юный», «Доброволец» и «Обладатель» золотого значка ГТО. Традиция высаживать деревья длится уже два десятилетия. За это время выпускники высадили более полутысячи деревьев. И лишь в прошлом году из-за пандемии дети не участвовали в акции. «Очень радостно, что мы оставляем какой-то след. Скоро ведь многие из нас уедут в другие города, а тут дерево растет, которое мы сами посадили. Я заняла первое место в прошлом году в трех ратных полях». В Югре стартовали соревнования по конной выездке. Спортсмены и их грациозные партнеры выступят в четырех возрастных категориях. По итогам состязаний сформируют сборную команду Уральского федерального округа для участия во всероссийской спартакиаде. О соревнованиях расскажет наш корреспондент Михаил Кичигин. Он побывал на тренировочном манеже. «Мы сейчас находимся на территории конно-спортивного клуба «Мустанг», где сегодня проходят чемпионаты первенства Уральского федерального округа по конной выездке. Спортсмены из Югры, Ямал-Ненецко-Автономного округа, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей будут бороться за призовые места. Всего прибыло 68 участников. Подробнее о конной выездке нам расскажет судья соревнований Сергей Тагирович. Добрый день. Конная выездка – это действительно один из интереснейших видов спорта, включенный в программу олимпийских игр. И в данном соревновании от спортсмена и лошади требуется продемонстрировать умение выполнения элементов по схеме. То есть заданная схема, которую выполняет спортсмен, едет четко по буквам, демонстрируя равномерность движения лошади, ее раскрепощенность. И таким образом судейская коллегия, которая уже непосредственно оценивает выступление, она выставляет оценки от нуля до десяти. Соответственно, тот спортсмен, который получит наивысшую оценку, допустим, все десятки, он становится автоматически победителем. То есть такой вот вид соревнований. Скажите, в каких группах будут соревноваться спортсмены? Сегодня, так как это чемпионаты первенства, то есть у нас соревнования проходят среди детей, юношей, юниоров и взрослых спортсменов. То есть все категории здесь представлены на этом чемпионате. Что ждет победителей после призовых мест на сегодняшних соревнованиях? У спортсмены, которые уже непосредственно покажут лучший результат, которые станут победителями, они будут отбираться уже на спартакиаду молодежи России, которые более главные соревнования в стране, которые проходят выше рангом, и которые уже примут участие представлять свой регион на вот таких вот главных соревнованиях страны. Спасибо, Сергей Тагирович. Соревнования по конной выездке будут проходить с 27 по 30 мая. В последние два дня запланированы еще и соревнования по пониспорту. Здесь также будут проходить забеги, и двух лучших спортсменов отправят выступать на Красной площади. В приюте для животных Добродея, что в Белоярском, появился еще один необычный подопечный. Енот Вольт, который живет здесь уже полтора года, обзавелся подружкой. Енотиха по кличке Соня составит компанию лесному постояльцу. Ее подарили в приют бывшие владельцы. По их словам, девочка-енот доставляла много неприятностей и не ладила с детьми. На новом месте Соня чувствует себя хорошо, правда, еще побаивается гостей. О ней все заботятся, и прежде всего Енот Вольт, который очень обрадовался новой гости и проявил себя как настоящий джентльмен. Он не видел представителей своего рода никогда, и когда он увидел ее, он ей яички носил в лапках и гладил. Он снял с нее попону, потому что он решил, что она ей мешает. Она в стрессе, она в ужасе, а он ее все ходил, налилеивал, нахоливал, жалел ее очень сильно. В тот день, когда мы ее привезли, получается, она была еще после наркоза без сознания, он сел возле нее и сидел ее гладил, чтобы она вставала. Восемь югорских спортсменов в составе сборной России примут участие в Кубке континента по следж-хоккею, который состоится в Сочи с 1 по 5 июня. Это форварды Николай Терентьев, Константин Шихов, Илья Волков и Андрей Скалов. Защитники Василий Варлаков, Владимир Литвиненко и Михаил Мячин, а также голкипер Евгений Плотников. Турнир пройдет на тренировочной арене «Айсберг». Организаторами выступает КХЛ. В соревнованиях примут участие 4 команды. Две сборные нашей страны, команды Казахстана и Словакии. Кубок континента – важный турнир для сборной России. Команда давно не играла в своем составе в связи с отсутствием международных стартов из-за пандемии. С 19 по 26 июня пройдет чемпионат мира по следж-хоккею группы «А», на котором будут разыграны путевки на зимние паралимпийские игры в Пекине 2022 года. Кубок континента станет хорошей подготовкой для сборной России к этим важным стартам. Следить за новостями телеканала «Игра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Игра». Субтитры создавал DimaTorzok